Вступительные экзамены в Казанском федеральном университете продолжаются. Очередь дошла до абитуриентов, желающих поступить на направление дизайн и телевидение. О том, как сдают внутренние и вступительные экзамены будущие телевизионщики, узнаем в следующем сюжете. Традиционно для поступающих на направление телевидения проводятся внутренние и вступительные испытания. Но в отличие от прошлого, в этом году творческий экзамен проходит в формате тестирования, состоящие из 20 заданий из различных областей знаний, включая литературу, русский язык, общество знаний и другие. Эти вопросы помогут оценить кругозор абитуриентов, говорит старший преподаватель Антон Анохин. Большая часть абитуриентов сдают экзамен в дистанционном формате. Часть, хотя такая большая, хорошая часть, там, по-моему, около 70-80 человек сейчас присутствуют в аудитории, они сдают точно. Для того, чтобы уравнять, так скажем, шансы, для того, чтобы все были в равных условиях, в этом году у нас, несмотря на то, что он считается этот экзамен творческим, но он представляет собой тестирование. В этом году в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций подано около 2800 заявлений на все направления и формы обучения. Самый высокий конкурс традиционно он бывает на, даже там, где нет экзамена, это на рекламной связи с общественностью и на направлении телевидения. Конкурсы по бюджетным местам, но их мало, поэтому там конкурс очень высокий, более 50 человек на место. А если брать вообще общий конкурс, то вот примерно такой, до 10 человек на место, это нас радует, есть из кого выбирать. Действительно, есть из кого выбирать. Вот и Альбина Шофеева после вступительного испытания на телевидении записала стендап. Сегодня ребятам с направления телевидения предстояло написать экзамен. Они уже написали тестовую часть, обстановка сильно накалилась, ведь каждый из них понимает, что именно от этого экзамена зависит их будущее. Альбина Шофеева, Универньюз. Творческие экзамены прошли. Впереди еще несколько вступительных испытаний. У нас осталась математика, у нас осталась информатика и впереди большой день. Это такой день, комбинированный по экзаменам. Это резервный день, 26 число. Это именно для тех категорий граждан, которые не успели сдать экзамены по датам, по какой-либо уважительной причине. Мы принимаем тоже большое количество заявлений на регистрацию, на резервный день. Поэтому один из больших дней тоже будет 26 июля. Энджимин Небаева, Ленар Тавлитьяров, Универньюз.